С 1 августа, как только заработал новый так называемый антипиратский закон, сразу несколько интернет-порталов попало в черный список Роскомнадзора. Не обращая внимания на закон, они продолжали, не имея на то прав, распространять в сети фильмы и популярные сериалы. Кинокомпании несли убытки, но на этот раз правообладатели уже имели возможность обратиться в суд за защитой своих прав. Теперь после вступления закона в силу, у них появилась надежда, что пользователи и провайдеры все же задумаются, стоит ли скачивать пиратское видео. Закон, который вступил в силу всего месяц назад, привел к тому, что к началу сентября уже 18 сайтов, с которых беспрепятственно и бесплатно скачивали фильмы и сериалы, по решению Мосгорсуда должны были быть заблокированы. Первая компания, которая добилась справедливости в отношении своей продукции, это Дирекция кино, хорошо известная поклонникам различных жанров такими популярными фильмами, как «Адмирал», «Каникул», «Строгого режима» и другие. С момента вхождения в силу закона мы работаем над экспертной оценкой его действия. Правила закона таковы. Проблемный сайт, в данном случае речь идет о сайте opencharge.org, о котором заявила Дирекция кино, находится за рубежом в Украине. Однако данный сайт нарушает права наших граждан, российских компаний и организаций. Посещаемость данного сайта ни много ни мало – 103 тысячи человек в день. Роскомнадзор на основании постановления суда направил хостинг-провайдер с сайта требование об удалении из интернета всех российских фильмов, либо заблокирование их доступа. Данное требование не было выполнено. И операторы связи после внесения данного сайта в реестр заблокировали доступ к нему. По закону процедура отключения все же обратима. То есть, как только владельцы сайта удаляют ссылки на пиратский контент, сайт может быть разблокирован. Это через несколько дней и случилось с вышеназванным сайтом. Он в итоге выполнил требования закона. Но проблема с другими недобросовестными сайтами все же осталась. Есть проблема, конечно, в том, что пользователи привыкли так потреблять информацию, и это уже превратилось в некую культуру. Поэтому такие изменения будут, естественно, вызывать не самые лучшие впечатления у пользователей, и в наших интересах эти трудности минимизировать. Совет по культуре при председателе Государственной Думы еще в середине августа провел рабочее совещание, на котором подробно рассмотрел не только предварительные итоги применения закона, но и обсудил инициативы по защите авторских и смежных прав и на другие виды интеллектуальной собственности. Безусловно, необходимость защиты интеллектуальной собственности никто не оспаривает, и сомнений в этом нет. Причем речь идет о любых сферах деятельности, и не только мы ограничиваемся сферами творческой деятельности. Ну, к примеру, это относится в полном объеме и к таким областям, где применяются новые инновационные технологии. В Думе сегодня готовятся поправки в закон, которые коснутся литературных и музыкальных произведений. На заседании Совета прозвучали и такие предложения. Подобные дела могут решаться и в досудебном порядке. Но депутаты уверены, что принимаемые в России антипиратские меры не должны при этом ни в коем случае сдерживать развитие интернета. Поэтому договариваться нужно со всеми заинтересованными сторонами. Само вступление в силу закона с 1 августа привело к достаточно, мне кажется, положительному опыту подписания коммуника между правообладателями интернет-индустрии и Роскомнадзором как контролирующим органом с тем, чтобы по возможности распространить добросовестную практику применения легального контента и оперативного реагирования на случай возникновения пиратских продуктов в сети. Дума, заверили депутаты, будет внимательно изучать любые поступающие к закону предложения. Но общественные инициативы, подчеркивали собравшиеся, должны быть рассмотрены сначала экспертами, после чего их рекомендации будут направлены правительству, которое уже в свою очередь имеет право представить их в рабочую группу профильного комитета. В рабочую группу входят представители, собственно, всех сторон, которые заинтересованы в скорейшем и в наиболее справедливом и эффективном решении этого вопроса в том, чтобы соответствующий законопроект был бы как можно быстрее и в наиболее такой правильной форме был подготовлен и представлен уже в Государственную Думу. Все предложения, которые поступили в течение лета в Государственную Думу, планируются рассмотреть уже 17-19 сентября, после чего они в качестве поправок будут вынесены на рассмотрение палаты. Продолжение следует...